Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. В этом выпуске, который будет не совсем стандартным сегодня, мы коротко расскажем о главных событиях 903-го дня войны, среды 14 августа. А потом вы услышите интервью с заместителем председателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариманом Джилиалом, который в конце июня был освобожден в результате обмена. Итак, в этом выпуске. Украинское военное командование сообщает, что с начала суток в Курской области были взяты в плен более 100 российских военных. Белгородская область стала вторым российским регионом, где ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Дилемма для Путина. Джо Байден впервые прокомментировал действия украинских военных на территории России. Курск как репетиция Крыма. Интервью с недавно освобожденным политзаключенным, зампредом Меджлиса крымско-татарского народа Нариманом Джилиалом. Вы слушаете подкаст «Украина. Самое важное». Начинаем, как всегда, с небольшой военной сводки об обстрелах. 14 августа российские военные атаковали дроном пункт получения гуманитарной помощи в Купинске Харьковской области, в результате чего ранен 64-летний мужчина. Также российские военные во вторник обстреляли несколько энергообъектов на севере и юге Украины. Так, из-за атак российских дронов были обесточены потребители в отдельных районах Черниговской области. В Харьковской области из-за боевых действий на некоторое время была обесточена подстанция, а в Черниговской подстанции бытовые и промышленные потребители и железная дорога. Ночью над Украиной сбили 17 из 23 шахедов, написал в телеграмм в командующий воздушными силами генерал-лейтенант Николай Алищук. Также российские военные атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Ха-59-69. Ракеты, как уточнил Алищук, россияне запускали из Белгородской области, а дроны из района полигона Чауда в оккупированном Крыму и из российских Ейска и Курска. Российская Минобороны, в свою очередь, заявляет, что Украина запустила по военным целям на территории РФ более сотни беспилотников и уверяет, что 117 БПЛА удалось сбить. Мой коллега Дмитрий Шода с военной сводкой. Тем временем рейд украинских сил в Курской области продолжается. Рейд – слово из украинского медийного словаря. Я цитирую сейчас в частности «Украинскую правду». В России же пока так и не подыскали для происходящего какого-либо слова. Чиновники и пропагандисты используют многочисленные эфемизмы типа слов «события» и «ситуация». Тем временем Белгородская область стала вторым российским регионом, где ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за атак украинской армии. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, режим вводит с целью защиты населения и оказания дополнительной помощи пострадавшим. Обстановку в области Гладков назвал крайне сложной и напряженной. Согласно российским законам, режим чрезвычайной ситуации регионального уровня вводится, если на территории субъекта пострадали не более 500 человек, а нанесенный ущерб не превышает 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Если же цифры больше, вводят режим ЧС федерального уровня. Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский между тем сообщает, что с начала суток в Курской области было взято в плен более 100 российских военнослужащих. С начала текущих суток войска на отдельных направлениях в Курской области продвинулись от 1 до 2 километров. Завершен поиск и уничтожение противника в населенном пункте суд же, рассказал Сырский в докладе президента Украины Владимиру Зеленскому. Напомню ранее, Сырский заявлял, что украинские военные контролируют уже более 70 населенных пунктов в Курской области. Впрочем, аналитики Института изучения войны ставят эту цифру под вопрос. Ссылаясь на заявления и геолокационные видеоматериалы, эксперты утверждают, что по состоянию на 13 августа речь шла о 41 населенном пункте Курской области. Хотя в этом районе есть много чрезвычайно малых населенных пунктов и местностей, которые Институт мог не включить в этот подсчет. Wall Street Journal пишет сегодня о том, что Россия выводит часть своих вооруженных сил из Украины в ответ на наступление украинских войск на российскую территорию. Издание ссылается на источники среди чиновников США. По информации Wall Street Journal, это первый признак того, что операция Киева в Курске заставляет Москву перегруппировать свои силы. Официальные лица заявили, что США все еще пытаются определить значение этого шага России. И не сказали, сколько войск, по оценкам США, она перебрасывает. Российских солдат срочной службы, которых эвакуировали из Курской области России после начала наступления в СУ, заставляют подписывать контракты и ехать воевать на передовую. Об этом пишет независимое издание Верстка со ссылкой на матерей срочников, с которыми удалось поговорить журналистам. Отмечается, что около 150 срочников, которые ранее смогли эвакуироваться из приграничья Курской области, сейчас находятся в одной из воинских частей под Курском. Срочникам, как рассказывают их матери, говорят, что их отправят, цитата, вслед за штурмовыми подразделениями, чтобы чистить территорию, и обещают льготы и выплату боевых по 4-4,5 тысячи рублей в день. Напомню, что с начала войны Путин несколько раз заявлял, что срочники в так называемой специальной военной операции, как в России называют войну, задействованы не будут. Однако на деле с начала вторжения в Украину Россия потеряла более 150 солдат срочной службы. Эту цифру установила русская служба Би-Би-Си, проанализировав поименный список подтвержденных погибших российских военнослужащих, которые издание ведет совместно с медиазоной. Накануне в нашем подкасте мы рассказывали о том, как комментируют ситуацию в Курской области американские сенаторы, а позже об этом впервые высказался президент США Джо Байден. По его словам, эта атака ставит главу России Владимира Путина перед настоящей дилеммой. Джо Байдена цитирует агентство Reuters. Комментируют происходящее в Курской области и другие мировые лидеры. Киев имеет право защищать себя от российской агрессии, в том числе и делать это на территории Курской области, убежден президент Финляндии Александр Ступ. Во время визита на острова Ступ сказал. Финский лидер добавил, что Украина может использовать на российской территории оружие, предоставленное Финляндии. Отправная точка – это то, что Украина имеет полное право защищать себя в рамках международного права, подчеркнул Ступ. Наступление украинских военных в Курской области – это демонстрация того, как в частности будет освобождаться Крым. Таким мнением в интервью «Голосу Америки» поделился зампред Меджилиса крымско-татарского народа Нариман Джилиал, недавно освобожденный в результате обмена. Предлагаем послушать наше с ним интервью. Нариман Бей, с момента вашего освобождения 28 июня в результате обмена произошло два важных события. Это еще один обмен, во-первых, в результате которого были освобождены российские политзаключенные и американские граждане, которых Россия фактически удерживала в качестве заложников. И второе событие, которое разворачивается сейчас, продолжается – это бои в Курской области, где, по заявлениям России, уже несколько десятков населенных пунктов контролируются вооруженными силами Украины. И вот вы не так давно в интервью нашим коллегам с «Радио Свобода» говорили о том, что Крыму надо готовиться к войне, и деоккупация будет происходить в том числе военным путем. Происходящее в Курской области, с вашей точки зрения, приближает деоккупацию Крыма? Как вы смотрите сейчас на эти события? Конечно, несомненно, я думаю, другой задачи нет сегодня у вооруженных сил Украины и у тех, кто принимает решения о введении боевых действий, что все эти действия направлены исключительно на восстановление территориальной целостности украинского государства, в том числе освобождение оккупированных территорий. Дело в том, что непосредственно по традиционной линии соприкосновения Российская Федерация все-таки накопила определенное преимущество, и почему это происходит, в принципе, вещь известная. Поэтому, я думаю, украинское руководство, военное руководство и политическое приняло решение совершить вот такой достаточно неожиданный и нестандартный ход и вторглась на территорию непосредственно Российской Федерации, что и привело к определенным результатам, демонстрирует несостоятельность, неготовность российского руководства вот к такому развитию событий. И я думаю, это определенный задел и для деоккупации Крыма, о котором в последнее время все чаще говорится. И развитие событий как раз-таки подтверждает то мое предупреждение, можно сказать, что жителям Крыма, в первую очередь гражданам Украины, я обращался к ним в оккупированном Крыму, чтобы они не были беспечными, не прислушивались к мантрам оккупационной власти о том, что все в порядке, ничего не бойтесь, будьте готовы. Делал я это, то есть такие заявления не для того, чтобы кого-то напугать, а просто, чтобы люди были морально и физически готовы обезопасить себя на момент осуществления деоккупации, то есть введения военных действий по освобождению Крыма. То есть можно сказать, что это в каком-то смысле вот такая репетиция освобождения Крыма? Абсолютно. В каждой военной операции вооруженные силы нарабатывают определенный боевой опыт, отрабатывают стратегии и, естественно, образом операция, которая сейчас осуществляется в Курской области, она является как раз-таки проверкой определенных, я думаю, тактик и стратегий военных, политических подготовки и к переговорному процессу, и к урегулированию, ну, целого комплекса вопросов, которые необходимо будет решать, в том числе и отработка с местным населением, организацией, скажем так, управления освобожденными территориями. Почему бы это не проверить на Курской области Российской Федерации? Плюс к тому, что это имеет еще дополнительные эффекты для Украины, для международного сообщества. Ну и не в последнюю очередь это очень серьезный сигнал Кремлю о том, что те вещи, которых они не ожидали или думали, что кто-то не решится на них, в том числе и западные наши партнеры, международное сообщество, что все эти предохранители для России просто перестают действовать, и мир уже просто теряет терпение и готов действовать гораздо более серьезно, остро, чтобы понудить Россию к соблюдению международного права, к соблюдению межгосударственных соглашений, в том числе между Украиной и Россией, по восстановлению границ, оговоренных еще в 90-е годы. Вот вы упомянули украинских граждан в Крыму. Как, по вашей информации, на происходящее в Курске реагируют обычные люди? По-разному реагируют. Исходит из того, какой позиции сегодня тот или иной житель Крыма придерживается. Я, опять-таки, абсолютно исключаю всех тех нынешних жителей, которые приехали после 2014 года, не являясь гражданами Украины, и скажу исключительно из моих соотечественников. Те, кто, а их очень много в Крыму, продолжает ожидать и продолжает выражать надежду на скорое освобождение Крыма, естественно, очень позитивно смотрят на ситуацию в Курской области. Единственный вопрос к украинскому руководству — это, почему это до сих пор не Крым. Я думаю, это тот вопрос, который в голове вертится у каждого из них. Естественно, те, кто по тем или иным причинам, я прямо скажу, предал свое обязательство защищать государство, согласно Конституции Украины, те, кто ввязался в какие-то коллаборационные процессы и активно поддерживал оккупационную власть, я не говорю о тех, кто вынужденно делал это в той или иной мере, а те, кто активно, сознательно поддерживал, естественно, я думаю, они испытывают определенную тревогу и страх, достаточно сильные, потому что подобные события, как в Курске, сегодня не могут их не тревожить. Они понимают, что реальными становится такой ход событий, который для них ничего хорошего просто не обещает. Как эти события могут повлиять на процесс возвращения крымских политзаключенных? Он может из-за этого замедлиться или, наоборот, сейчас могут какие-то подвижки в этом произойти? Нужно четко понимать, что возвращение украинских граждан военных или гражданских, которые находятся сегодня в российских тюрьмах и лагерях, зависит в первую очередь от окончательного решения в Кремле. Сколько бы, к сожалению, не хотела бы Украина вернуть всех домой, окончательное согласие или несогласие выражает российская сторона, потому что на ее территории находятся эти люди, у нее в тюрьмах содержатся наши граждане. Учитывая позицию Кремля, ее нежелание договариваться, прислушаться, адекватно принять решение согласно ситуации, в том числе и освобождение украинских граждан из плена, я давно уже выразил мнение, еще находясь в тюрьме, о том, что освобождение политических заключенных напрямую связано с успехами Вооруженных сил Украины на фронте. Я думаю, что чем больше этот успех будет развиваться, тем больше шансов у украинских граждан вернуться домой к семьям, к тем людям, которые их ожидают, то есть ко всем нам. И только окончательная победа и освобождение украинских территорий приведет к ситуации, когда пополнение рядов политзаключенных просто прекратится. На данный момент, к сожалению, Путин имеет возможность в ответ на каждого отпущенного политзаключенного набирать новые и новые десятки заложников для возможных переговоров или обменов на своих людей, которые находятся в руках или западных стран, или Украины. Но не может получиться так, что Кремль, грубо говоря, разозлившись на то, что происходит сейчас, на успехи Вооруженных сил Украины, усилит давление на политзаключенных в тюрьмах, украинских политзаключенных? Я не ожидаю какого-то давления. Ну, по крайней мере, весь ход войны я не ощущал на себе какого-то специального давления. Определенные вещи прорабатываются постоянно и независимо от развития политической ситуации или ситуации на фронте. С каждым заключенным, в том числе с политзаключенными, прорабатывают администрации, соответствующие там отделы тюрем или колоний. Как бы свою историю. Каждого пытаются склонить к чему-то или побудить к чему-то и так далее. Поэтому я не ожидаю какого-то особенного давления. Риски есть всегда. Но мы должны понимать, что ситуация сейчас такая, что без рисков, без определенных жертв даже, выйти, к сожалению, не получится. И это не желание Украины, и это не желание международного сообщества. К сожалению, так ставит условия, так формирует ситуацию именно российская сторона. Потому что у нее определенные пожелания, и она действует далеко не цивилизованными методами, не методами международного права. И поэтому риск остается, но мы не должны останавливаться перед этим. Я уверен, что каждый политзаключенный это прекрасно понимает, и он готов рискнуть, чем гарантированно оставаться годы и годы еще в заключении. Поэтому, во-первых, повторюсь, я не ожидаю особого давления по этому случаю. Во-вторых, рискнуть стоит. Проблема немножко может быть в другой плоскости. Вся эта военная ситуация, она способствует нарастанию истерии на оккупированных территориях. Вот там может быть большой риск, что будут новые и новые жертвы, оккупации, новые политзаключенные, пропавшие люди и так далее. Вот, к сожалению, этому мы не можем помешать, потому что это и до войны было. Сейчас просто этот вал арестов, задержаний, он просто увеличился. Если продолжать тему обмена, вот к недавнему обмену, который я уже упомянула, было приковано внимание фактически всего мира. С одной стороны, это понятно, потому что огромную роль тут сыграли Соединенные Штаты, Германия и США возвращали своих граждан. Тем не менее, к предыдущим обменам, например, когда освободили вас, такого внимания не было. Как, в общем, нет такого внимания к судьбе крымских заключенных в России? Почему? Ну, во-первых, нужно понимать, что для международного сообщества градус, скажем так, внимания был обоснован тем, что шла речь об освобождении, собственно, граждан этих государств. В первую очередь, американских граждан, и для них это очень важно. На фоне нынешней избирательной кампании это предельно важно, для особенно действующей президентской администрации. Ну, и если говорить о тех российских гражданах, которых Путин отпустил, у меня вообще возникает странный вопрос. Путин соглашается отпустить своих личных оппонентов, то есть людей, которые выступали в оппозиции, были лидерами оппозиции, и выступали непосредственно против его режима. В то же время, обычных граждан Украины в оккупированном Крыму, которые, ну, лично против него вообще ничего не говорили, не выступали, ну, привлекли к себе внимание по каким-то иным причинам, он продолжает, почему-то принципиально не желая отдавать, удерживать в российских тюрьмах. Вот тут для меня не очень понятная ситуация. Ажиотаж также был связан с тем, что это достаточно громкие имена, Илья Яшин и Владимир Карамурза, и все остальные, как бы, ну, значительная, по крайней мере, часть, явно претендует на звание лидеров, скажем так, оппозиции российских, и это явно усиливает, скажем так, вот ту российскую эмиграцию, ее стремление и желание все-таки что-то сделать против той политической ситуации, того политического режима, который сейчас управляет Российской Федерацией. Поэтому и такой ажиотаж, определенный всплеск внимания и, ну, скажем так, громогласность этого события. Я лично очень рад, что очередные жертвы Кремля обрели свободу, но мне хотелось бы, чтобы, борясь за демократию и свободу в своем российском государстве, они принимали правильные решения или озвучивали верные месседжи с точки зрения того, что происходит между Россией и Украиной сегодня, в том числе касательно оккупированного Крыма. Здесь должна быть полная ясность, чтобы и Украина могла спокойно реагировать на многие события. Вы знаете, был определенный там скандал по поводу заявлений о смягчении санкций и так далее, что вызвало очень серьезную реакцию в Украине. Да, как раз вот я хотела сказать, что было много непониманий, в общем, это большую критику вызвало их первое заявление. Но сейчас, насколько вы, наверное, вот можете судить, они некоторые из своих месседжей корректируют в соответствии с тем, что они действительно увидели и прочитали, выйдя на свободу, некоторые после нескольких лет заключения. Абсолютно так. Я уже ознакомился с более, скажем так, недавними их высказаниями, интервью. Это нормальная ситуация. Именно поэтому я, выйдя в первые дни, старался больше слушать, нежели говорить, особенно о текущей ситуации, чтобы сформировать сначала свое понимание тех процессов, которые происходят уже не издалека, из-за решетки, а уже непосредственно находясь на свободе, имея доступ к информации, к людям, общаясь с ними и потом уже делая какие-то выводы и, соответственно, заявления. Я думаю, они немножечко поторопились с некоторыми вещами, хотя сегодня пытаются как бы сделать. У меня абсолютно спокойное отношение к этим заявлениям. Ничего страшного я в этом как бы не вижу, но я убежден, что в свою очередь Украина должна иметь очень серьезный вес в тех процессах, которые российская оппозиция, наши западные партнеры формируют видение или формируют модель будущей России, демократической России. Украина в определенных моментах, особенно касательно взаимоотношений российского и украинского государств в будущем, должна иметь четкую позицию и четкую возможность влиять на то, что сейчас проговаривается, какие закладываются основы, вот взаимодействия и так далее, и так далее. Поэтому здесь отстраняться от этого нельзя, ни в коем случае. Наоборот, нужно поддерживать связь, работать и во взаимосвязи. Противник у нас в принципе один, и нужно здесь координировать усилия и работать совместно. Как бы мы не относились к Российской Федерации, к гражданам России на эмоциональном и рациональном уровнях восприятия, мы должны понимать, Россия в том или ином виде наш сосед. Нам географически от этого пока никуда не деться, мы должны влиять на эти процессы, в том числе на формирование будущей России. Сейчас очень много призывов раздается о помощи политзаключенным, о том, что им надо писать письма. И вот даже проект ОВД-Инфо запустил такую инициативу, можно отправить письмо случайно выбранному политзаключенному, потому что их очень много в России. Получают ли крымские политзаключенные письма? Вы когда находились в заключении, вам кто-то писал? Да, писали. И помимо друзей и родных, это писали просто люди, в том числе, кстати, активисты из России писали. Просто люди из Грузии, из других стран, передавали знакомым в Россию, те вкладывали в конверт, пересылали мне. То есть эта история налажена. Я видел, как к другим приходят. И это очень важно, действительно, потому что, во-первых, это поддерживает связь с внешним миром для человека. Во-вторых, это вот внимание, простое человеческое внимание к тебе, к твоей судьбе. Она поддерживает, дает тебе определенных духовных сил для того, чтобы пройти вот эти испытания, достаточно непростые и так далее. Но, освободившись, я узнаю, что мне писали гораздо больше людей, в том числе в Украине, чем я получил писем. К сожалению, я не знаю, то ли это по техническим причинам, то ли это сознательное препятствование администрации, там, в СИН, или еще по какой-то причине не все письма до меня доходили. Некоторые я сейчас получаю от различных правозащитных организаций, которые проводили подобные акции по написанию писем. Оригиналы остались у них, и вот они сейчас передают, и я все равно имею возможность, пусть с опозданием, но почитать эти слова поддержки. И это очень важно даже сегодня для меня. Вы виделись в заключении с другими крымскими политзаключенными? В каком они состоянии? Может быть, вы хотели бы обратить внимание на какие-то конкретные истории? Обязательно хочу обратить внимание. Я виделся со многими российскими политзаключенными, украинскими, крымскими. Которые при разных обстоятельствах попали в российский плен. Они пережили каждую свою ситуацию. Эти истории можно много рассказывать. К сожалению, большинство из них находится в достаточно сложных обстоятельствах. Особенно это касается доступа к медицинскому обслуживанию, к медицинской помощи. Сегодня, в последнее время, мы очень много говорим о тех крымских политзаключенных, которые сегодня в очень тяжелом положении относительно их здоровья. Один из них это Тофик Абдулгазиев. В состоянии здоровья которого просто критическое. Он утратил 40 килограмм за последнее время. У него серьезные заболевания. И вот 6 августа состоялся суд, где были представлены все медицинские основания для того, чтобы согласно законодательству Российской Федерации он был выпущен на свободу. Однако судья просто равнодушно, пренебрежительно отнесся к этим основаниям и оставляет человека больного, у которого маячит угроза смерти просто у него, оставляет его за решеткой. И он не один такой. Девушка из Феодосии, Ирина Данилович, у нее недавно умер отец. У нее проблемы со слухом. Есть подозрения на то, что она перенесла инсульт. Все равно не можем просто добиться законного решения о том, чтобы ее отпустили. И это десятки людей. Правозащитники уже сформировали своеобразный список Гафарова-Ширинга. Это два крымских политзаключенных, которые, к сожалению, уже умерли или, правильнее сказать, были убиты теми условиями, в которых они содержались, в российской тюрьме. Вот их именами назван список тех политзаключенных, у которых не просто проблемы со здоровьем, а достаточно серьезные, даже критические. Я уже обращался к дипломатам, и не только я, мы все, кто задействован в этом направлении, обращались к дипломатам, к турецкому послу, омбудсменам, представителям других государств, чтобы они, используя все возможные институции или ресурсы, могли оказать воздействие просто на Российскую Федерацию, чтобы хотя бы этих людей отпустили на свободу. Сейчас, находясь на свободе, какой вы видите свою основную цель, миссию? Я являюсь избранным представителем крымско-татарского народа, член Меджлиса крымско-татарского народа, и я всегда выполнял эту роль и хочу продолжать, ну и буду выполнять эту роль, потому что во всей этой ситуации для меня в первую очередь важны интересы и права, гарантии прав и интересов коренного крымско-татарского народа в Крыму, в Украине. Естественно, меня очень заботит судьба моего государства Украины, и я буду предпринимать все усилия для восстановления территориальной целостности моего государства, его безопасности, его суверенитета. Ну, а одно из таких более конкретных тем для меня это личная просто история, это способствование освобождению всех политзаключенных, военно-пленных, которые находятся сегодня в российских тюрьмах, колониях, для того, чтобы они, как и я, смогли обнять своих родных, смогли поправить свое здоровье и просто ощутить воздух свободы, как это посчастливилось уже сейчас мне. Это было интервью с заместителем председателя Меджилиса крымско-татарского народа Нариманом Джилиалом. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте, что слушать подкаст Украины самое важное вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голоса Америки», в Apple подкастах и на платформе «Эхо». Я, Ксения Туркова, благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска, в частности, звукорежиссера Александра Зимуху. До завтра.